Приготовила я себе такой ужин в моем ресторане. Ресторан, кафе, кафе-ресторан, красота да бьюти. Творческая студия позитивного мышления, силы и позитивные мысли. Татьяна Салмановна, Мактум, Стайф. Вот кошечка гуляет, такая красивая. Какая красивая кошечка. Сварила, сварила себе макарошки с соевым мясом. И помидорка, свежая помидорка. Сварила, утром варила яйца. Куриное яйцо. Мейн-мейзик, посолочное масло, кетчуп. Вот, имитированный экран. Вот такие вот взяла. Ах, такая суперская, суперская красота. Буду кушать. Свежая водичка. Пока готовила, слушала. Там у меня включена. Это Ирина Хакамада. Такой огромный, огромный стадион, какой-то зал. В общем, говорит. Да. И такие вот дела. Да. Как пробовать целую. Ее вот это. Ну-ка. Я так же желаю. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Немножко посолить, наверное, посолю, немножко малопатно. Сейчас нужно еще принесу сольку, посолю. И кетчуп шашлычный. Вот так. Продолжение следует... Сольку. Сегодня купила эту сольку. Магазинчики. Согласно не пересолить. Магазинчики 7 шагов. Юдированная. Я уже показывала. Юдированная соль. Ох, с йодом. Очень полезная. Юдированная. Юд corners. Юдин. Продолжение следует... 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 Ну, кстати, все вот эти вопросы, ну, конечно, этот фильм не по сериалу, между нами девочками, вот такие личные, интимные вопросы, а, у молодых показан этот вопрос, а у этих не показан, кстати, это как-то эти сценаристы, они обошли этот вопрос, между прочим, они обошли этот вопрос стороной, так что нам только как бы догадываться, что там. Там еще такого не показано, что там у этой девушки на пенсии, с ее этим там, она собирается за него замуж, приехала там на дачу к нему, забор ромашки накрасит, он там эти грядки, ну, явно там, явно показан такой интерес, он к ней как-то вот на вы и интерес, явно, что она ему нравится, понимаете, вы знаете, вот она вот явно, то есть, ну, это явно показано, что, в общем… – Муткая соба. – Муткая соба. – Муткая соба. – Они среди вот этого всего, знаешь, как там дачные все эти тетеньки, которые на эти пришли там это отмечать, знаете, с ней знакомиться. Конечно, среди со всех вот этих дачных тетенек, вообще среди раунд, я сама такой в жизни таких не видела. Так что вот. Ну, я просто рассуждаю, а кушаем, рассуждаем, чтобы сравниваем. Сравниваю, да, ну, в общем, как-то, да, актрис. Ну, это почему? Ну, это все как позитивное умышление. Сейчас я поставлю на радужку. Так, аккуратно, знаете, так сейчас, все это, столик, в общем, а, что тут написано? Перезапог, запланирован автоматический перезапог для установки важных обновлений. Почему мне спрашивают этот мой ноутбук, обновление, не надо обновление, я, может, вам показывала, что не надо. В первую очередь, вы, понимаете, буду вот сидеть, смотреть, для того, что на себя смотреть, буду на его вот эту заставку смотреть. Я, может, говорила ему много раз, что перезапуск не надо, какие обновления, ну, я же так все, все нормально. Ничего не обновления, я ему говорю, потом, потом. Время перезагружать. Ну, перезагружать не надо. Ох, где-то опять этот брутальный мужчина, он же там свез один заказ, еще, он очень популярен. Мужчина у вас очень, очень популярен. Сейчас он вам привезет из Токио пицца заказ. Уже садится в машину. Так что, вот, ждите. Ну, я просто видно. Ммм, а погода какая. Ммм, ладно, Татьяна Салмановна. Сейчас, как-то я увлекла, знаете, вот. Шикарный вечер, белые ночи. Небо. Такой теплый воздух. Наслаждаюсь, знаете, вот. Насладиться как-то в искусство. Видите, искусство красоты, искусство вообще, ну, это еда как искусство. Не то, чтобы быстрее насладиться. Понимаете? И летний мой, смотрите, сколько-то времени уже, чуть скоро 10 вечера. Такое чувство, что день. Day time. Сейчас что, в 4 часа утра, это day time, что, в общем, это, ну, белые ночи. Белые ночи. Сейчас, знаете, к пику этих белых ночей идёт, понимаете. Это белые ночи. Санкт-Петербург, я же говорю, welcome to белые ночи. И вот, я думаю, что это белые ночи. Но самое интересное, надо будет книжку, я такие книжки читаю. Сейчас у вас еще такой, знаете, углубился, потому что книжку я эти оттенки серого я не читаю, я не читал, я не знаю. Надо будет или фильм посмотреть какой-нибудь такой, а или аудиокнигу, хотя, знаете, или мне нужно что-нибудь такое, знаете, как там, или краткое содержание с какими-то такими цитатами. Ну что их привлекло? Их привлекло, там есть несколько, как бы несколько фраз, которые они в этой книжке читают. между собой обсуждают. Я вот удивляюсь, что их, там же так, это более, в таком возрасте он привлек неромантизм, знаете, такой вот романтизм, как-то гулять, поехать куда-нибудь, знаете, на побережье как-то гулять, какой-то романтизм. Понимаю, они вот в этой книжке увидели, это точно, я так поняла, хотя, знаете, не ошибиться бы, знаете, какой-то жёсткий секс они увидели, из этих отрывков, которых я поняла. Их это как-то притыкло, это очень как-то мне показалось, по крайней мере, странным. И особенно для той, которая там уже 18 лет, там, не замужем, ну и считает, что так намного лучше, чем когда там это замужем. То есть она такую фразу вот не сказала. Я понимаю, если бы их привлекло романтика, потом какая-нибудь даму встретила какого-то такого кавалера, вот, ну такой богатый. за них красиво ухаживают, такие подарки, вот такая романтика и там, и там, в общем, у кого такой романтизм, какого-нибудь такого лорда или что-нибудь там такое, как-нибудь, знаете, что-нибудь, как-то вот так. Красиво ухаживает, красивая машина, наряды, цветы. Вот что меня как-то удивило. Не то, что удивило. Я просто всегда думала, что эти люди, которые, знаете, там, ну, такие активные. Ты, которые активные, они думают, а, чем еще таким заняться, чем еще таким занималась. Ну, вроде как, вот это, вы понимаете, там, что-то жесткое, там, вот это. То есть одно дело, когда человек такой, знаете, как-то в теме, в теме, в теме, он как-то там расширяет. А так как-то вот это, и тут как-то, ну, то есть это немножко, немножко так это выглядит. Я показала странным это выглядеть. Ну, и вообще, я бы сказала, что этот фильм, я бы сказала, «Новлек», особенно вечером, «Новлек», на меня какие-то одно, где, нельзя, сериал, между нами девочками, такого отношения он как-то вот не вызывает. Хотя, знаете, тоже там, говоришь, что там живут как-бы. А здесь, тем более, Америка, это такая шикарная жизнь пока. Ну, не шикарная, это достаточно такая, ну, в общем, хорошая жизнь. Эта женщина, если обеспеченно живут. Эта женщина, если обеспеченно живут. Малахова, которую раньше я смотрела, пусть, пока там, пусть что-то говорят или что-то в этом роде. По типу, давайте там, что-то в какой-нибудь деревне обсудим какую-то проблему. Какие-то незаконнорожные каких-нибудь там детей, каких-нибудь каких-то пьяниц. Давайте как-то это обсудим. Сколько там передачу Малахова смотрела? Даже не знаю. Ну, как-то, да, смотрела я. В одиннадцатом, двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом годах. Мне скрыт иногда. Знаешь, он иногда смотрит, что он уже какую-то вот он показывает. То ли он хочет нагнать депрессняк, то ли это показывает специально, чтобы люди думали, что у них еще как-то более-менее нормально, там-то вообще уже все, короче, полное колочи. А у них-то они еще как-то более-менее. Я не знаю, с какими целями это вот это вот. Не знаю, идут же таких там людей, каких-то, знаете, в каких-то глубинках, деревнях, которые, знаете, могут там или орать, или, или орать, или кричать, или очень достаточно, ну, примитивно как-то вот это вот изъясняться, язык такой. Ну, в общем, что там как-то. Вот тут все как я вспоминаю. Да еще в такое время, ну, это, наверное, как Дом-2. Наверное, люди любят, знаете, там, что Дом-2, что какую-то вот такую вот фигню посмотреть. Ну, что там растягивал передачи, типа, ну, да, долго там целый час говорили, а потом на следующий день мы еще растянем, там, сделаем ДНК, это вот это вот, это, знаете, вот это вот, это вот его дочка, не его дочка, или там еще какие-то эти вопросы. Ну, это, конечно, может быть, не совсем вот это, знаете, как это, очередная серия про этих зловещих мертвецов. Ну, по-моему, не все у нее передачи такие были. Это, наверное, по особым заявкам этим телезрителей. Так что, наверное, по этим особым заявкам у меня даже в этом сценарии, даже смотрите, в моем ладжонале, там, ну, как говорится, немножко, там, бандитский Петербург, люди, наверное, такое любят. Там, Бабшука Марков, где-то, расследование бандитский Петербург, там, ну, как-то я все, как-то думаю, все это, как-то, как-то, вот так вот это, знаете, туда, как-то все это. Вот это, может быть, это канство, люди смотрят. По, по-моему, как-то это очень важно. А, я, мы, подач planted, churches в тех халях. Так, всё, как правда,思ым я, например, за предыдущий колорах, бог, называется А так, конечно, в этом фильме эти четыре американки, одна замужем, а все эти три нет, одна там с кошкой живет, это просто, то есть они как бы сами живут. Вот так, конечно, я не знаю, что это, но я не знаю, что это, Продолжение следует... 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 Еще прошу заметить, что она сказала этому мужчине... А, где-то она мужчине этому сказала, в кафешке, или ты, она в кафешке сказала. А, она потом по интернету. Это судья, потом решила по интернету познакомиться. И что там такое, вот это вот. Что-то он ей сказал, по налогам, или что-то там такое. Обратите внимание в этом фильме, как она ему ответила. Это уж, знаете, вот это вот. Ну, конечно, откладывает, вот это вот, на самом деле, профессия, откладывает отпечаток на личность. А на этом мужчине сходу сказала, что она его просто посадить может. Я вообще удивилась ее вообще, вот это вот. Я не помню, что у нее какое-то романтическое было свидание, или так, какое-то вот это вот. Просто ее такая шутка. Потом, если она хочет такой романтик с этим мужчиной, он потом в голове у нее будет это прокручиваться, у нее будет, да, подсознательный муж, у нее отрицательная вообще к ней реакция. Она, конечно, пошутила, но это отложилась ее профессия. Но тут по фильму, я-то фильмы посмотрела, я не придумала, я там пересказываю фильм. Она как мужчину любит говорить, знаете, карточку дала, потом там, если что, я от тебя карточку отберу. Понимаете, если мужчина так вот сказал женщине, дал карточку, она от него зависит, ну, это банковскую, банковскую. Потом сказал, что, ну, если что, я тебе банковскую карточку отниму. Я не знаю, я, как говорится, в 90 с лишним случаях могу предположить, что реакция сразу будет такова. Сразу сообразить, что-то нужно, деньги откладывать, в общем, как там, выполнить, да, то есть иметь запас денег и вообще там, не знаю, там, вещей, там, возможности недвижимости, чего-то еще. Ее желательно побольше и, как говорится, и побыстрее. Так что вот. И отсюда со всеми вытекающими последствиями. Скорее всего, это будет какой-то обман с ее стороны. Ну, вот. Чтобы как-то эти деньги, в общем, вот это будет. А кто виноват? Вот она виновата? Или он вот так вот сказал, уже забыл? А она запомнила? А что ей делать? Она вот уже так, ну, да. Понимаем. То есть, если что, ей запас нужен денег. То есть, если она в такой ситуации зависима, то здесь, честно говоря, мое такое субъективное мнение до любви очень-очень-очень далеко. Поэтому читайте книжку, может быть, других книжек, это тоже как-то вот это вот говорится. Книжка Натальи Правдиной «Я люблю себя». 2004 года. Очень ее советую. Книжку Натальи Правдиной, в которой она и пишет. Потому что женщина должна быть самостоятельной, самодостаточной, самостоятельной, независимой. Так что вот. и более намного политическим языком, никак не вам вчера почитала, как там, в книжке «Наука быть великим». Натальи Правдиной – это более написано романтично. Она просто объясняет, вот рассказывает, говорит о любви, рассуждается на многие темы. Как говорят, диалог с автором, знаете, диалог с автором. И рассуждает, что если вы зависимы каких-то вот таких вот зависимых финансовых вопросов, то, в принципе, о любви он еще, как бы, вот еще далеко, далеко. Хотя некоторые, наверное, так представят, вот, а что тут, как-то ничего такого такого нового, что-то как-то непонятно. Ничего, вот, какое-то, как-то все это как-то понятно, и так, что-то как-то понятно. Я просто вот все думала про Клеймиту Стоуна, так мы с вами почитали, я почитала, это книжка с того, что как вот он решил заняться мальчик шестилетний, а у него эти были другие эти конкуренты, которые продавали газеты, более старшие мальчики. Вот. А он, видите, самый маленький был, тоже хотел заработать, вот так вот жизнь была, заставил в шесть лет зарабатывать, газеты продавать. Я просто по поводу конкуренции, я просто рассуждаю по поводу конкуренции, они стали его избивать, маленького. Это уму непостижимо. По моим понятиям, это вообще уму непостижимо. Если такая конкуренция продавать газеты, то какая же конкуренция была у Джона Рокфеллера, у Джона, который основал вообще империю, был богатейшим человеком своего времени. Я даже не представляю, сколько народу должно было его охранять. по сути, по сути, я по вот этому, то, что я прочитала. Ну, знаете, как сказать, знаете, сначала какое-то такое отношение, а потом вот это хотят на это, шопиться в гармонии с собой, я бы вот так вот сказала, а потом удивлялся, а почему они не могут шопиться в гармонии с собой. Ну, они могут сказать, что у них конкуренция, иначе бы они меньше газет продали, у них бы меньше заработок было, они бы меньше заработали. Ну, хорошо, на его место могут прийти более старший мальчик, такой же, как они, такая же конкуренция была, наверное. в гармонии с собой. Ну, с другой стороны, может быть, он и добился, понимаете, и такую, столько лет прожил, и добился такого успеха, здесь написано, и вообще стал такой мысленно, с детства позитивным мыслом, закалка у него такая была. Кстати, неизвестно, как относятся, я так на вскидку, знаете, я хочу как-то обобщить, все неизвестно, вот как относятся, а потом вот говорят, почему какие-то тираны возникают, вот это вот, вы поняли, да, это я так, я не знаю, это я, знаете, немножко так предполагаю. Потому что хорошо, если он, будучи таким, вот взялся за позитивное мышление. А если, будучи при какой-то такой конкуренции, жесточайший человек добился больших высот, я так понимаю, при определенном вот это и получаются какие-то вот такие вот, ну, это я, это мое субъективное мнение, так что вот. Я не знаю, может быть, как бы нехорошо, в общем, ну, некоторые темы, ну, что там, тема там, в общем, такая, ну, здесь я, знаете, вот прочитала в этой книге позитивной, просто я не прокомментировала, но я вообще просто ужаснулась, просто ужаснулась, ну, вот, просто эту тему можно раскрыть, ну, конечно, не, ну, как, ну, вот, ну, в книжке позитивно это написано, да, вот как факт, не просто они как-то развиваются, а как факт, понимаете, вот позитивное состояние, а позит-позитив, это негатив. Ну, знаете, как-то одну фразу сказать, даже не знаю. Я просто, ну, это такое субъективное мнение для того, чтобы люди, прежде чем вот как-то вот относиться к кому-то как-то вот так вот плохо, они немножко сначала подумали, вот, потому что это может как-то вылиться, понимаете, вот Вторая мировая была война, понимаете, как там, я там, эти там, евреи там, как там, евреи, цыгане, еще кто-то, они все, короче, туда вот это полетели, в эти газовые камеры. Так что, просто думать как-то немножко как-то, ну, как-то, знаете, как-то вот подумать, в общем, ну, я как-то одной фразой вот так вот сказала, потому что хорошо человек вот к позитиву, знаете, как-то вот к позитиву, да, вот, а к такому, понимаете, там как бы при таком вот этом, там как-то, наверное, однозначно, ну, это, думаю, какое-то субъективное, как-то издалека, это я к чему, я просто вот этой книжке вычитала, и просто хочу сказать, что ну, такого не должно быть, то есть как-то это вообще какая-то дикость совершенно, тем более мальчик такой вообще маленький. Одно дело какие-то там, не знаю, там, подростки-то, знаете, как-то что-то там, ну, вот этот, ну, вообще мальчик такой маленький, ну, может быть, времена, когда это было, то есть это 100 лет назад, а потом, а, здесь сейчас, 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 сейчас еще вспомним рабство, сейчас все вспомним великолепный век, там тоже это не показано, понимаете, там показана шикарная жизнь, гарем, султан, хюрем такая вся в этих нарядах, красивая, понимаете, а как там вот есть там несколько вот этих вот, несколько, ну, это не показано, в принципе, ну, почему, ну, показано, как там гарем это привозили, ну, вот, и как она там один раз, вот, территория ей нужна была, как-то вот, непольничные, непольничные рынки, рабства, понимаете, вот эти вот, рынки, на которых этих рабов привозили и продавали. Так что, Татьяна Салмановна, вы удивляетесь? Потому что Татьяна Салмановна летает в других сферах, в другом измерении. Татьяна Салмановна в другом измерении. А если мы возвратимся к этому фильму «Великолепный век», это, понимаете, показана какая-то вот такая вот феерия, вот это вот, ну, там много-много серий. Ну, потоплёка такая, вы знаете, там, вот, что там одна, там вот она там, показано, что, понимаете, эти невольничьи рынки, она так издалека, понимаете, только одной фратой, могу сказать, на которых продавали вот этих рабов, иногда привозили эти семьи, их разъединяли. Ну, в чём разница? Разъединяли детей отдельно, наверное, мужчины отдельно, вот семья там, наверное, какую-нибудь, захватили семью, всех разъединили, дети в одну сторону, женщины в другую, мужчины, вот это всех продали в разные места, и будут они, сколько там, вот это будут, это рабство. Вот это и продают, рынок называется. Когда это было 1500, какой-то там, всего 500 лет назад. Так что вот, ну, это где-то 100 лет назад. Так что, ну, в общем, смотря, с чем сравнивать, понимаете? Вот это, вот это, вот, просто как-то, знаете, как-то не принято в советские времена, об этом как-то особо не говорили, что-то по истории особо такого я не помню. Если только заинтернетить можно, знаете, или как-то немножко прошло в фильмах, я иногда так это вот смотрю, так и то, как-то вообще, вообще совершенно, совершенно вообще зверство непонятное. Это вообще на секунду, понимаете, на секунду, понимаете, вот она, она, честно говоря, так колоритно вообще об этом рассказывала, вот этой женщине, которая не хотела ей вот эту территорию, а ей нужно под, она благотворительностью занялась, вот, и пришла к этой женщине, она сказала, что сама к ней пойдет и с ней поговорит. Пришла, с ней поговорила, и та ей уступила эту территорию. Она так колоритно с ней поговорила, что та сказала, что ваша территория она и сказала что так же привезли также привезли рабыни от самолет летит он туда опять к лесам у вас там там наверно аэропорт построить я салмана пока знаете вот это вот он снижается туда в леса там на метро стоит он опять туда летит я салман на него посмотрит прям туда как это как-то у нас там лес я туда гулять ходила так что он снижается или это просто мне кажется что за горизонт может быть уходят да нет не за горизонт на бы тогда вот прямо летел так что не знаю там она трасса но у него такая плавная такая плавная посадка может он в пулково я даже не знаю когда самолеты в пулково не летали он прям по комендантскому аэродрому может быть это он заблудился а он вообще теперь исчез не он туда на посадку пошел они все на посадку в лес туда идут может быть там за лесом что-то построили апрель не в курсе он полетел туда до мое салют полетел вот и о чем она очень колорит это вот этой женщине рассказала что я тоже привезли рабыни там ее этих родителей убили что ее привезли рабыни и в общем как вот и то есть она так это вообще колоритные что в общем она то что достигло как бы вот это вот. А как кларитно она говорит. Такая боль была, такая вообще вот. Вот и такая боль была, и что она тоже. Смотрите, как вот эта женщина. Кстати, вот. Сейчас мы, сейчас Татьяна Саумановна скажет, понимаете, смотрите, вот это тетенька, как девушка на пенсии. Она говорит, что когда ей грустно, хочется плакать и вообще плохо, она или поет, или смеется. Смотрите. И какая вообще вот это вот. И вот это показано Хюрен, что Знаете, она вот с такой вообще, вот это вот такая, вот у нее перипетия, с такой боли, и показано в этом фильме, что она вот говорит, что она решила на все какие-то вот такие отвечать смехом. И жизнь у нее была такая, она поделиться ни с кем не могла, своими горечами, печалями. Она их как там, у нее, знаете, такая белка не была, и там был океан. Она все это бросала, как говорится, знаете, вот там, как там, в океан, знаете, все вот эти невзгоды, потому что рассказать это нельзя было, кому рассказать, в гареме там это расскажешь, вот это, а этим тоже, здесь никому не расскажешь, а Сулейману тоже не будешь рассказывать, понимаете, вот этот вот негатив производить. Там не будешь, там надо было на позитиве, улыбаться, быть лучшей, лучшей в этом гареме, чтобы любили, вы поняли, да? Так, поэтому со всеми горестими, негативами, со всем вот этим, это вообще никуда. Знаете, как в какой-то книжке мы почитали, что человек, когда вот остается с какими вот этим, он остается один на один, в принципе, это никому не надо. Ни проблемы, ни горести, это никому не нужно, ну не надо. Тем более там, и она очень хорошо сказала там в этом фильме, пока не так показано, я не знаю, откуда взяли авторы вот этого сериала, что, в общем, всю эту печаль, вообще боль, она как-то вот, как-то вот в этот океан, понимаете, в этот океан, и она решила над всеми вот этими как руки причиняют боль и так далее, она решила, знаете, вот эта стойка, ну в общем, так же, как и та женщина, она решила над ними как бы вот это вот встречать, это с улыбкой и, в принципе, со смехом, то есть это имеется в виду такое внутреннее, вы поняли, да, такая внутренняя вот эта вот позиция. Так что вот. И вообще, если так вот посудить, знаете, вот когда привезли ее вот в этот вот горе, у нее, знаете, ходу обратно не было, и вот обратно, ходу хотения, знаете, ее же хотела, а ее же хотела это, на самом деле, в принципе, было у нее, знаете, честно говоря, я вот уже думаю, в общем, наверное, она настолько вот хотела, наверное, как-то вот это власть, и в общем, как-то, ну, честно говоря, я хотела сказать, что у нее не было, знаете, вот, я подумала, что как-то в горе, видите, вот обратно ухода у нее не было, хотя бы хотели от нее избавиться, хотели ее замуж выйти, пока он там уехал воевать-то. Ерши, Ерши там были, да, хотела, уже почти была готова ее замуж выдать. Так что вот. Кстати, если бы она там замуж выдала, там этот попроще мужчина, ну, сидела бы она или нет там в доме попроще, в принципе, наверное, нормально бы жила, а что она симпатичная, вы поняли, да? В принципе, был у нее, знаете, такой шанс прожить более такую спокойную, наверное, жизнь, без каких-то вот таких вот этих, более спокойную. Но потом, когда она уже родила детей, а детей у нее было много, вот тогда у нее точно не было обратного хода, потому что потом она могла оказаться в каком-то там старом дворце, и, знаете, детей бы ей, кроме дочки, не отдали бы, то есть там вообще назад хода не было. Там был, знаете, ход только вперед, с горестями, печальями, с плохим настроением, это вообще никому не надо. Ни вот этим, ни вот, как говорится, там это в гареме ни с кем, и в этом дворце ни с кем не поделишься, это нужно, ну, как-то себя, как там говорили, нужно держать лицо, то есть нужно себя, быть спокойно, держать лицо. Вот. Поэтому она там, такие фразы там вот в этом фильме, так очень интересно, посмотрите. Она такие фразы говорит, да, такая у нее вот, да, такая вот такая стойкость, и она решила, в общем, это стойко очень так вот, так что, так что вот. Ну, я не знаю, я перескажу вам фильм, а я это не придумала, я этот фильм и посмотрела. И для того, чтобы все знали, понимаете, когда там что там, вот это какая-то там очередная, когда там, когда женщина-то забеременела, да, там, такая высокая такая наложница, да, и приехала, а, было это уже когда, и поехала, а, это, наверное, уже был, ну, это уже у нее старший сын, по-моему, был уже взрослый, да, куда-то она поехала, да, ну, да. Я вам пересказываю фильм, она очень жестоко, жестоко поступала. И она уже подумала, это вот эта молодая, ребенок родился, так что вот вы там просто можете посмотреть в этом, в этом, как говорится, в этом фильме. Она там записку написала, что она, в общем, туда ездит, и, короче, обратно она не должна возвратиться из балкона, она там и сиганула, вы поняли, да. Она сказали, что балкон, ручка, вот, знаете, такой деревянный он был, в общем, вот так с балкона она туда и, в общем, и все, короче. Так что вот. Ну, значит, у них эти исторические факты были записаны, не знаю, я просто пересказала фильм. Ну, они, конечно, потом, да, несчастные случаи, там, охали, ахали, ахах, там, вот это ребенок остался, а потом это ребенок, кстати, не показывали, да вот. Ну, и все остальные, там, какие-то принцессы были, еще какие-то, в общем, были там, как-то, в общем, где там, в этих охотничьих домиках. Она с ними там, тоже там беседу вела. Очень это, она говорила, помогу, короче, на, только уезжай, короче. Помогу, да, у тебя жених там, еще, короче, короче, давай, давай, я тебе помогу, давай туда, сюда, здесь не надо, короче, давай. И потом же она находила способы, вот у тебя какая-то фигня была, там, на шее, там, каким-то этим кланом она, а потом он ему сказал, ты посмотри, у нее на шее вот эта штука, а это же, это же эти лазутчики, террористы. Эти лазутчики, которые специально сюда вот это, внедрились. Она вообще такая вообще была, этих там, вот это, а это, она нашла вот эту штуку какую-то, там, ну, правда, она говорит, что это какая-то там династия, вот это, а это же вот это противо, я как сейчас помню. А тот, как увидел, то все сразу, короче, все у него, как это, как рукой отрезала. Ну, и она такая, ну, вот, о, хорошо, одной меньше, короче. Ну, чего я вам фильм пересказываю? Ну, да. В общем, что там, что там, по-другому, там фильм большой, два раза, я его два раза смотрела. Вот, конечно, если, честно говоря, все вот это, все, весь этот негатив, он с возрастом, конечно, отложился. Конечно, если посмотреть там, когда, у них не такой возраст был, им всего лишь было за 50, около 60. Ну, вот, а уже на самом деле там чувствую, там вот вторая, вот эта вторая, вот эта, у которой другая женщина играет, вот у Хюрем, она как-то уже особо неинтересная, честно говоря, и когда, знаете, вот это, чем больше этот фильм я смотришь, тем понимаешь, что годы идут и возраст, и, честно говоря, какая она была в молодости, я бы считала, что все-таки это отразилось, все вот это вот, весь этот негатив, он, конечно, отразился, ну, и возраст, конечно. Вот, и как-то, знаете, с таким грузом, понимаете, потом такой-ка там груз, как бы, пошел, в общем, вот этот вот. Я просто немножко вам немножко, как бы, пересказала, что этот сын от первой этой жены, она сразу ему тоже сказала, что, ну, был бы ты моим сыном и так далее, подставить, у нее столько там этих сыновей, подставить своих, стану он вот этим вот султаном, то есть она тоже не могла, да, она ему тогда прямым текстом и сказала, что, ну, а что же сделать, там же, понимаете, вот это, подставить всех вот этих, то есть там, там тоже, знаете, как-то так, это очень, на самом деле, в общем, такие исторические, такое все историческое, как-то вот так вот. И мне почему-то кажется, что там еще, знаете, как-то еще так не очень жестко показано, мне почему-то кажется, что на самом деле, в общем, как там, такие вообще эти жесткие мужчины, Вот как говорили про вот этого, про отца Сулеймана, вот про него вот это вот говорили. Вообще, знаете, вот эти восточные, да еще и эти правители, они очень такие вот эти вот. Нет, просто там далеко ходить не надо. Обратили внимание, он когда к этим... А, еще один самолет летит. Ну, hello, hello, guys. Второй самолет. Вот, 22 часа 29 минут. Вот этот вот пилот, мужчина, вот этот пилот в этом фильме, книжный клуб, он сказал, что самолет самый безопасный вид транспорта. Ну вот, а стюардесса Залима сказала, что самое безопасное средство транспорта это домашняя тапочка. Это домашняя тапочка. Он тоже на посадку пошел. А, наверное, это, наверное, самолет охраны. Он немножко запоздал во времени. Наверное, там бермуды, что ли? Они, наверное, заблудились. Я не знаю, бермуды, я вообще не поняла. За несколько минут, второй самолет, они туда же, туда же, получается, он в то же место полетел, в то же место. Там же его ищите, около леса, куда-то к лесу, ну, понимаете, вот он, понимаете, или это как-то вот что-то, вот он или бы прямо, понимаете, вот у меня, прямо здесь, он, если бы он туда летел, он бы прямо и прошел. Но вот они вот так вот, с таким наклоном туда, к лесу. Там, наверное, может быть, лес вырубили, сделали эту, вот эту полотцу. Нам далеко не надо будет ездить, мы сможем прямо оттуда взлетать, короче, вот это вот взлетать. Второй самолет, в общем, ладно, а о чем это я? В смысле я сбила? И то он показан каким, и то, говорит, что он вышел когда-то к этим, как-то к киночарам, к киночарам. Видели, как фильмы показаны, что он вышел к киночарам и рубанул голову этому, чтобы все остальные видели его власть. А по сравнению с теми, которые были дома, я так, знаете, вот так вот смотрю, в общем, я так сделала вывод, он еще был настолько вообще, вообще, еще не настолько вот он был. Так что нужно делать вывод? Так фильм не показывает, я просто вам пересказываю, понимаете? Я, просто, знаете, как-то немножко ужасную, правда, знаете, как-то в этих, знаете, на других этих высоких частотах позитива, а если мы углубимся, понимаете, в рамках, не знаю, там, книжного, дешево-книжного дела, литературного, знаете, моего вот этого, литературного кафе, углубимся в какие-то, понимаете, там, я не знаю, там, рабство на Руси, как жили, в общем, это, как называют, как они называются, крепостные там. вот это вот, ну просто, знаете, как-то вот это все, это за ютубить можно, за ютубить, это не очень интересно, вот, просто, знаете, я когда вот это так стала говорить, а потом думаю, если вообще вот так вот обширно как-то это взять, так что вот, ну ладно, сейчас еще чай, еще сейчас этот фильм буду досматривать, вот, и этот фильм, короче, книжный клуб, мне показался немножко таким депрессивным, поэтому тетеньки возрасте навевают какую-то депрессию, честно говоря, к сожалению, как и книги, несмотря на позитив, понимаете, вот тексты Луизы Хейли, в общем, тоже как-то вот это, они очень отличаются от текстов Натальи Правдина, хотя это тоже позитив, это вообще очень, очень интересная, такая очень интересная тема, так что вот, ну что, или к этим кофирмациям, мы еще почитаем, перечитаем Веление, почитаем Веление, аффирмации, или что, а ну уже столько времени, я сейчас буду вам уже загружать, хотя сколько у нас сейчас это, сейчас у нас выходной у нас сегодня, сегодня 5 число, 5 число, сегодня выходной, так что вот, ну что, тут самолетов больше не ожидает, уже все пролетели, пролетели, самолеты пролетели, потом спросим, что там за аэропорт построили, погода совершенно шикарная, хотя, знаете, я могу еще, еще могу, извините, воздухом подышать, что я все говорю, говорю, вот, как там, ну, в смысле, я уже что ждаю, уже что ждаю, я подумаю, что, а чего, сейчас еще чаек, сейчас еще чаек заварю, так что вот, может быть, и не надо включать, чуть-чуть побольше будет видео, потому что у меня еще чай, у меня еще ожидается чай, 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 чай Продолжение следует... Продолжение следует... Я, понимаете, когда сажусь кушать, я уже в своем благоприятном направлении. Я сейчас, правда, не имею, у меня нет компаса. Но я почему-то так вот подумала, понимаете. Это еще по Америке знаю, а потом я уже не мерила. Ну вот. А потом упадил, зная, что это такое было. Я просто села кушать. Направления изменились. У них навигационные приборы. Показали... Показали... Они там летят по приборам. Вот. Может быть, у них тоже направления изменились, а они решили, что там аэропорт. Они тут никогда не летали. Я не знаю. Я сама удивилась. Я говорю, что компасом в Америке умерю. А я думаю, я когда сижу с вами в благоприятном направлении, а они, может быть, там что-то тоже изменяют. Я не знаю, как это вот это вот. Что это? Может быть, вот это вот. Знаете, как этот Никола Тесла проводил всякие вот эти вот... Как-то он какие-то от этими... Какими-то... Как называть? Я точно не могу сказать. У него очень много было всяких экспериментов. Он даже на многие расстояния, он даже эти корабли... Как там... Перемещал даже корабль во времени. Какую-то энергию, в общем, там эту энергию... Как же она называлась-то? Эфир? Да, он очень много там говорил. Ну, по-моему, это он говорил об эфире. Вот. И энергию, другую энергию он использовал и перемещал. Вот этот вот корабль он переместил. Так что вот. Это я смотрела, знаете, на Ютубе. На Ютубе я это смотрела. Вот. Вот сама удивляюсь. Живу здесь 30 лет, 25 лет постоянно. Здесь никаких никогда ни вертолетов, ни самолетов. Но с другой стороны, у меня не было так... У меня здесь была лоджия застеклена. Понимаете? Здесь была застеклена лоджия. Такие вот эти вот... Эти штуки. Я их редко мыла. Я вообще не люблю, знаете, это хозяйство, вот это мыть. Ну вот, они такие были, знаете, их редко мыла. Иногда даже им побывать. Ну, мама, конечно, знаете, мама, конечно, она занималась. Мама мыла. Вот. А у меня, знаете, такие они были там. Через год я, может быть, их и мыла так-то. Вот у меня, знаете, это лоджия была застеклена. Здесь много вещей лежало. Такие столы стояли. И вообще, на самом деле, у меня здесь эти занавески. Потом это такая штучка по типу тюли-тюли. Вот. И вообще у меня не было привычки, чтобы как-то у меня все это было занято. То есть, как бы не погуляешь было на балконе. И как-то я особо не открывала вот так вот эту оконную дверь. Ну, так чуть приоткрыты только занавески. В общем, как-то занавески там вот это. Я особо у меня не было каких-то они разуми. Когда за все, вот сейчас, знаете, встала видео заснимать. И как-то вот на балконе, вот еще вот здесь. А так, ну, как-то, знаете, там, на диване, на стуле. То есть, там, ну, в общем, у меня кресло-качалка была. Ну, вот. А что здесь? Что здесь ловить, короче? Ну, с другой стороны, знаете, как-то вот свежий воздух. Сейчас, ну, у меня сейчас я заснимаю. Как-то вот. Моя студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. Вот. Ну, и заодно, знаете, воздухом подышать уже как-то вот это. А так, в течение многих лет я просто даже и вот так вот и не смотрела. Может быть, честно говоря, там как-то что-то и пролетало. Хотя шума особого не было. А там, может быть, и пролетали какие-то самолеты. Просто я, наверное, может быть, не видела. Да особо никогда не смотрела. Знаете, вот так, форточка открытая, открытая. Если там надо закрыть форточку холодную, подойдешь, закроешь. Здесь особо смотреть не на что. Сейчас тут, там, площадку пару лет назад построили. А так здесь, знаешь, такая тишина. Здесь даже машин мало было. Почти никто не ходит. Здесь вообще ничего такого. Рыночек здесь как-то был. Такое, такое все. Так, занавесочки, тюльта. Ну, открыла там, если лето, вот открыта форточкой. Открыта. Вообще как-то что-то, куда тут? Ну, там, если я очень шла, кто-то в балконную дверь. Там приоткрыть одну створку, балконную дверь чуть-чуть приоткрыть. Такой какой-то привычки, в общем, как-то вот это. А так, конечно, хорошо, знаете, хорошо, конечно, шикарно жить. Имеет такой большой балкон и вообще как-то вот это вот. Ну, здесь у меня, видите, вот так я, конечно, предпочитаю, знаете, вот так вот или уже ходьбой, как-то уже более активной ходьбой заниматься, или как-то по делам, вот. Или уж как-то комфортно на диване, на кресле, на кровати, там. А не так, не на стуле, понимаете, не на стуле, знаете, типа я тут буду сейчас на стуле, а тут буду дышать. Ну, конечно, для съемки это да. А так это, конечно, не мой вариант. Я люблю комфорт. Знаете, я люблю комфорт. Ну, знаете, гамал, я же говорила, там, сделать какой-то край, хороший гамак удобный на балконей. Вот, знаете, вот лежишь на гамаке, качаешь, книжечку читаешь. Вот это да. Или такое кресло такое, знаете, вот это, знаете, как бывает такая штука. Жалко я не купила, про деньгах тогда, когда выпитывала, чего я пожалела денег. Надо было бы купить. Сейчас я его поставила, выкачала, знаете, или вот эти вот, сейчас выкачала на моем вот этом вот балконе. Вот это да. Это другое дело. Так что вот, это вот вращает опять к позитиву. В общем, конечно, меня это удивило, вообще, поведение этих ребят удивило в отношении Клемента Стоуна. Ну, а потом, знаете, я решила немножко так по истории чуть-чуть пройтись по тем фильмам, вообще историческим событиям, которые у меня как-то вот, могу я вам... Ну, знаете, из фильмов, потому что особо такие книги я из книг, книги такие не читаю. Вот. И немножко, знаете, как-то, если вообще, честно говоря, наверное, всю историю, вообще, если какие-то такие моменты взять, вообще историю и так далее, то, смотрите, с чем сравнивать. В общем, можно сделать какие-то определенные такие, в общем, ну, вы поняли, да? Такой немножко экскурс, понимаете, к каким-то вот этим. И все-таки, возвращаясь к этой, сейчас я вам еще загружу еще одну серию, и ради Степановны, все-таки, понимаете, женщина в возрасте, пенсионерка, понимаете, здесь нужно отдать должное. Еще раз, возвращаясь к ней, смотрите, такая философия улыбаться, шляпки, красивые наряды по возможности, какое-то пение, и, в общем, как-то, ну, в общем, вы понимаете, да? Вот. То есть, на самом деле, такой, вы знаете, как-то в фильме, как-то сказать, героиня, да? В общем, героиня вот в этом фильме, она очень привлекательная, очень привлекательная. Так что, вот, я так предполагаю, что это в фильме показано, что она уже на пенсии, так понимаю, что она и всю жизнь не была, то есть, только она была моложе, но она примерно такой же и была. Так что, вот, это о чем? О позитивном мышлении. Так что, вот, мы из этого делаем вывод, что позитивное мышление, оно в любом случае выигрывает, и стоит приложить усилия, приложить усилия и по возможности думать позитивно, ну, и читать, интересоваться позитивными книгами, книгами об успехе, позитивными. Так что, вот, просто такой вот экскурс и вот такой вот вывод, я бы сказала. Так что, вот такие вот дела. Тем более, здесь объясняют даже пошаговые инструкции, как, что, немножко все по-разному, да. Изучаем, вот, в рамках моего, как говорится, моей творческой студии позитивного мышления, и изучаем, я вот, я читаю различные книги, рассуждаю, вот, разные авторы, немножко по-разному, у них, как бы, разные, ну, как говорится, в общем, как сказать, немножко разные, как бы, системы, или как сказать, системы, или практики, или то, что они, в общем, каждый немножко по-своему это, по-своему интерпретируют, немножко по-своему интерпретируют. Так что я какие-нибудь дела. Ну, что, к чайку? Я сейчас посмотрю, скипел у меня там чайник. Продолжение следует... 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 Как говорится, не надо сравнивать с обычной жизнью. То есть обычные люди, как-то вот обычная жизнь, вот это и монахи Шаулины, понимаете? Он там целыми днями, неделями, месяцами и годами занимается. Потом смотришь, он вообще такое может. Я не знаю, я об этом смотрела, читала, в общем, как-то на скидку сказать. Там вот так говорится так, что он, понимаете, они на уровне мысли. Он противника уже на уровне мысли победил заранее. Так что вот. Это что-то вот, это, не знаю, к позитивному мышлению или очень к этому. Это, скорее всего, к Джорджуфу Мерфи. Если весь мир говорит, что это невозможно, то человек с дисциплинированным сознанием отвечает, что это уже сделано. Так что вот. Чайничек, я поставил на там чайничек, сейчас кипец, сейчас чайку, еще чайку заварю. Я на тебя решила, знаете, какое-то сплошное. Мама там платит эксклюзивно, вообще такая тяжелая. Несколько дней назад, вы видели, я такая в шляпе, в шляпе, и вообще, знаете, в этом, вообще как было прохладно, вот это все. Сейчас я просто наслаждаюсь, понимаете? Это вот, опять чем-то там пахнуло. Они опять что-то там это готовят, отрезают трубы, напахнули. Чем там, единственное, что, видите, вот иногда чем-то там вот это вот. А так, в принципе, очень, понимаете, вообще, знаете, как будто бы на юга. Такой вот сидишь, сидишь, как на югах вообще. Пару дней назад вообще такая немножко хладрыга была. А сейчас вообще, знаете, очень, поэтому еще ищу чайку. Еще чайку, сюда там мандаринка, еще я подышу, подышу воздухом. Так что, вот. Так что, вот. Это, знаете, я немножко вам, как бы, я точно не знаю, это мое субъективное мнение. Знаете, как они вот кладут кирпичи, кирпичи, а потом как-то рукой разбивают вот эти вот кирпичи, они все разбивают. Ну, и с ними ничего. То есть он так вот рукой, и нормально, и с него рукой ничего не происходит. А кирпичи все разбивают. Вы видели, хотя бы какие-то вот такие вот эти штуки. Ну, это какое-то, это вообще какое-то все простое для них. Они кладут вот кирпичи, кирпичи вот так вот, а потом как-то вот рукой вот так вот, и все кирпичи разбились. И с ним ничего. Так что, вот, это я просто предполагаю примерно. Потому что у него большая тренировка, и ему ничего. Для него это нормально, потому что он, наверное, тренировался много лет. Ну, мы не будем с вами говорить о том, кто вообще вот такой первый раз, и вот это, и с ним будем. Мы не будем, да, вот о каком-то огрустном, о чем-то там вот это вот говорить, правильно? А для этого это нормально, потому что он, вот он концентрировался. Они как-то концентрируются и так далее. Ну, для них вот это вот, чайчик у меня уже скипел. Так что, вот, я, конечно, хотела плавно, опять эту женщину, я не хотела, знаете, плавно перейти, знаете, хотела вам рассказать, а потом думала, ладно, просто, понимаете, а в этих об оттенках серого хотела, знаете, развить эту вот такую тему, тему эротики и любви. Вот. Ну, что, вот, ну, как-то я подумала, что ладно, сейчас, сейчас я вам принесу, сейчас давай чайку, чайку. Спасибо. 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 Ну что, на этом видео, которое я снимала сегодня, уборочку. Сегодня начала делать уборочку в моей квартире. Думаю, надо сказать, что на том видео как-то не сказала. Я там начинаю это видео, типа, дорогой, сейчас мы будем мыть по овощи, сейчас налью чистую водичку, положу немножко соли, сода, специальные жидкости для мытья. Так что, вот, это тоже было, оно такое оригинальное какое-то ход-подход, как на другом видео, по типу, это карточка, знаете, я такая уже с такой золотой карточкой иду, так что это нужно понимать. Это я тоже хотела немножко, знаете, обыграть, играть уже. Так что, вот, а хотя подумала, может быть, знаете, как-то к юмору или все-таки к этому? Ну, ближе к этому, знаете, как там, ну, как Наталья Правдина представляла, что она такая миллионерша, выписывает чеки или ближе к юмору. Она совсем даже загружала. Так что, вот, да. Она совсем расскажет вам, что она называется. Она такая, которую вот эта подогнал «Света» Она даже не пометала. Наталья, она не пометала. Вода, вот эта, она она одна. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 А я хочу Вот это свойство Сохранять эту энергию Своей детской мечты И если вы будете удерживать То у вас все получится